Сельскохозяйственный дрон состоит из трёх частей — пульта дистанционного управления, летающей платформы и системы распыления. Почти все операции дрона контролируются с помощью пульта управления, включая распыление или распределение. Далее давайте узнаем больше о различных компонентах сельскохозяйственного дрона. Пульт дистанционного управления. Итак, познакомимся с пультом управления. Большинство полётных операций осуществляется с помощью стиков пульта управления. В описании вы найдёте видео на эту тему. Сначала мы объясним, как управлять стиками пульта одним и двумя пальцами. В качестве примера мы приводим управление одним пальцем, так как оно относительно простое. Нажимайте на стики пульта одной трети больших пальцев, а другими пальцами держите пульт. При управлении обратите внимание на то, что резко отпускать стики запрещено, так же как убирать пальцы со стиков во время полёта в ручном режиме. Левый и правый стики можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо, в соответствии с чем дрон летит вверх, вниз, совершает поворот влево, вправо, летит вперёд, назад и совершает боковые перемещения в левую и правую стороны. Рассмотрим основные операции на основе режима 2. Дрон можно разблокировать, одновременно сдвигая два стика внутрь. Переместите левый стик вверх или вниз, чтобы дрон полетел вверх или вниз. Если вы переместите стик влево или вправо, дрон будет вращаться влево или вправо. Переместите правый стик вверх или вниз, чтобы дрон полетел вперёд или назад. Если переместите стик влево или вправо, дрон будет двигаться в левую или правую сторону. Это антенны пульта управления. Сигнал между пультом и дроном передается через антенны. Но помните, что антенны пульта управления должны находиться параллельно дрону, а не быть направленными на него, так как в этом случае мощность сигнала будет самой слабой. Это модем для подключения к интернету, который можно использовать после установки сим-карты. Следует отметить, что выгрузка или загрузка полей и добавление операционных задач на пульт управления зависит от сети. Обратите внимание, что пульт также может быть подключен к интернету по Wi-Fi. Поскольку модем имеет фиксированный трафик, мы можем использовать Wi-Fi при обновлении прошивки, загрузки и выгрузке пакетов полей или задач. Связаны ли пульт и дрон с самого начала? Нет. Для начала работы потребуется установить эту связь. Но когда новое устройство покидало завод, оно уже было привязано. Поэтому вам нужно выполнить операцию привязки к другому пульту. В описании вы найдете обучающее видео о том, как установить эту связь. Сначала войдите в настройки, затем в интерфейс пульта управления. Нажмите Linking, затем пульт подаст звуковой сигнал. При включенном дроне нажмите и удерживайте кнопку питания аккумулятора в течение пяти секунд. Индикатор питания аккумулятора станет попеременно мигать. Когда пульт управления подаст двойной звуковой сигнал, привязка будет завершена. Силовая установка. Для взлета сельскохозяйственного дрона требуется питание от аккумулятора, регулятор оборотов ESC, моторы и пропеллеры. Литиевый аккумулятор обеспечивает питание, а модуль ESC является контроллером моторов. Моторы приводят в движение пропеллеры, создавая подъемную силу, и дрон взлетает. Есть два момента, которые необходимо прояснить относительно литиевого аккумулятора. Во-первых, литиевый аккумулятор не может находиться в состоянии полной зарядки в течение длительного времени, поэтому он имеет функцию саморазряда. Если вы обнаружите, что аккумулятор находится в состоянии полной зарядки в течение некоторого времени, а его панель нагрелась, не волнуйтесь. Это связано с защитным саморазрядом аккумулятора. Во-вторых, мощность зарядки и разрядки литиевого аккумулятора будет постепенно снижаться в условиях низкой температуры. Поэтому холодной зимой время зарядки будет больше номинального. Для многороторного дрона различные действия осуществляются путем изменения скорости каждого мотора. Например, если скорость левого мотора выше, а правого ниже, то дрон будет лететь вправо. Как правило, половина пропеллеров любого дрона вращается против часовой стрелки, а другая половина — по часовой. Существует два типа пропеллеров — CCW и CW. Перед установкой пропеллеров убедитесь, что пропеллеры и моторы установлены правильно. Система управления полетом. Дроны могут стабильно летать по установленным маршрутам на основе спутникового позиционирования — системы GNSS, встроенной в пульт управления. Благодаря спутниковому позиционированию дроны могут зависать на одном месте и работать автономно. Поэтому перед каждым полетом убедитесь в том, что индикатор состояния полета имеет зеленый цвет. Однако точность обычного спутникового позиционирования недостаточно высока. RTK является высокоточной технологией позиционирования, обеспечивающей сантиметровый уровень погрешности. Вы наверняка заметили, что сельскохозяйственные дроны серии T имеют две грибовидные головки, которые являются антеннами RTK. Эти две антенны могут как компас выполнять функцию определения направления для улучшения точности полета дрона и противостоянию электромагнитным помехам. При отсутствии функции ориентации RTK дрон может быть ориентирован только по компасу. Поэтому, если функция RTK отключена, обязательно откалибруйте компас. Далее рассмотрим радар. С помощью радиолокационных волн дроны могут воспринимать окружающую обстановку в режиме реального времени. Эти волны выявляют наличие препятствий. При обнаружении препятствия, нисходящая радиолокационная волна определяет и поддерживает высоту дрона для выполнения функции обхода препятствий. При включении радарного модуля дрон будет следовать за рельефом местности во время полета. Даже при изменении рельефа дрон сохраняет неизменную свою относительную высоту по отношению к поверхности земли. Система распыления. И, наконец, давайте рассмотрим систему распыления сельскохозяйственного дрона. DJI AGRAS T40 и T20P используют центробежную систему распыления, которая состоит из распределительного бака, фильтрующей сетки, крыльчатого насоса и двойных автоматических распылителей. Бак содержит жидкость, сетка фильтрует примеси, водяной насос качает жидкость, которая затем распыляется форсунками. Далее мы подробно опишем функции каждого компонента. Расходомер находится между резервуаром и насосами и используется для расчета фактического расхода и более точного управления потоком. Датчики веса используются для контроля количества жидкости или веса распределяемых материалов. Они сигнализируют об опустошении бака и могут заранее определить точку дозаправки, тем самым повышая эффективность работы и экономия расход аккумулятора. Чем выше скорость вращения центробежной системы распыления, тем мельче капли. При использовании стандартной системы с двойным распылением и выборе особо крупного размера капель, скорость вращения составит 6500 оборотов в минуту, а средний размер капель 140 микрон. При выборе сверхмелкого размера капель скорость вращения составит 14000 оборотов в минуту, а средний размер капель 60 микрон. Очевидно, что чем мельче капли, тем больше их количество при одинаковом объеме жидкости, распыляемой на 1 гектар. Таким образом, можно повысить эффект от применения инсектицидов и фунгицидов. Однако, чем мельче капли, тем легче они испаряются и улетают, поэтому для обычных полевых работ в летнее время выбирайте средний размер капель. Для прополки крупный, а для обработки плодовых деревьев – мелкий. Категорически запрещается использовать мелкие или сверхмелкие капли при работе с гербицидами, так как при дрейфе таких частиц сильно повышается риск фитотоксичности.